приветствую вас давайте разберем ваш вопрос а значит ну давайте мы с вами сделаем следующим образом текст у вас достаточно большой я не буду его перечитывать я буду его читать и давать какие-то комментарии собственно говоря вам это позволит как-то более планомерно увидеть то что происходит и так ищу совета и поддержки ну поддержку вы найдете совета нет психологи советов не дают знаете есть такие долгие теплые отношения когда хорошо вместе знаем только в этих долгих и долгих теплых отношениях начинает присутствовать слияние и если есть нормальная привязанность да то вот когда мы говорим о том что происходит то что с вами происходит это уже история про то что вы как-то вот начали чрезмерно на человека полагаться и в какой-то момент начали делать для него то что вы делаете да готовить ужин ждать его так далее не по доброте душевной не из вот любви к нему не желание что-то ну просто вот что-то для человека сделать да но потому что хочется получить что-то взамен это очень незаметно незаметно происходит очень это происходит очень незаметно и в общем-то человеку абсолютно ничего за это не прилетает человек как правило не получает ну никакого отказа да он ну все хорошо все нормально все здорово только у такой трансформации во-первых есть причины а во-вторых это всегда чувствуется это всегда чувствуется чувствуется когда вот это слияние начинается что-то меняется в понимаете вот вы пишете когда хорошо вместо хочется спросить ну вместе хорошо хорошо а по одиночке как по одиночке тоже хорошо или нет или по одиночке не хорошо плохо по одиночке это важно потому что то что вам хорошо вместе супер тут вам вместе хорошо а по одиночке а по одиночке а по одиночке как вот как вы себя чувствуете по ну в отдельности от мужа это важно но об этом вы ничего не пишете и ссоры бывают проблемы с детьми на работе ты возвращаешься домой и тебе там хорошо тебя там ждут да такая вот зависимость от того кому ты возвращаешься в этом нет ничего плохого в том что радоваться наслаждаться что тебя ждут плохого ничего нет но вы почему-то не возвращаетесь ни к чему своему понимаете как будто бы вас нет есть другие люди которые вас ждут а вас нет я немножко утрирую но надеюсь смысл понятен и даже в ссоре понимаю что человек что-то сказал не забывая все это быстро быстро забывается здесь скажу такую довольно двусмысленную вещь то что забывать ссору забывать ссору не всегда хорошая идея потому что у ссоры есть причина если люди мирятся мирятся после конфликта да то есть если они вот условно говоря к какому-то решению приходят да то это невозможно сделать без как раз таки запоминание без памяти об ум из чего собственно была ссора понимаете да то есть вот вы называете то что вы быстро забыли конфликт плюсом то есть для вас это плюс получается а я в этом вижу вижу ну вот я в этом вижу опасность 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 того что из-за чего конфликт произошел непонятно непонятно решение о том чтобы конфликт конфликт не повторялся не принято не принято да одни чувства одни чувства одни чувства вымещают другие это хорошо но забывание означает вытеснение а вытеснение свойство вытеснению свойство накапливаться накапливаться мы вместе более 20 лет двое замечательных детей есть понимание поддержка обнимашки и все такое хорошая работа успешно чтобы вызываем интерес у противоположного пола несложно догадаться несложно догадаться что себя лично вы кроме интереса противоположного пола и хорошей работе которые опять же являются оценкой внешней себя вы как-то не выделяете а смотрите на это только как на что-то общее то есть вы кирпичик вы кирпичик все хорошо я люблю и думала что любима с этим чувством я жила все эти годы больше 20 лет имеется в виду с чувством что вы любимы что вы нужны дальше нас связывало многое доброе красивое но и тяжелое страшный уход родителей друг за другом поддержка друг друга вот возникает чувство какой-то идеализации того что между вами и вашим мужем и мы стали даже от этого еще более сплоченными и едиными да то есть еще больше как бы слияния ушли сейчас мы выяснили что у мужа уже длительные длительные отношения отношения с коллегой хотя он не позволяет так говорить говорит что это не отношения просто так получилось и ничего не было и вот смотрите отношения с коллегой на фоне слияния муж хочет выйти из слияния то есть ему как-то вот судя по тому что вы пишете да как-то ему ну некомфортно стало то есть что назрел кризис назрел кризис в отношениях у вас появление третьего лица это кризис это кризис и конечно же конечно 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 же вам больно конечно вам больно потому что привычный мир разрушился все оказалось не так идеально как вы думали да почему потому что вы опирались и до сих пор опираетесь на мы ведь мы не я и ты а мы понимаете а это ведет к уменьшению объема индивидуальности в отношениях это ведет к кристаллизации ролевого поведения в отношениях что в соответствии с образом который там мы выстроили ну вы и ваш муж я должен вести себя вот так хочу я этого или или нет хочу я так хочу я так себя вести или нет это уже на самом деле становится не так важно как я хочу я должен я должен себя вести как то от меня этого ждут и это такая глобальная на мой взгляд системная проблематика что когда все хорошо когда идеальные как ну вот как вы говорите отношениях появляется необходимость этому соответствовать появляется необходимость соответствовать этой идеальности но хочется вот именно как бы хочется хочется немножко другого хочется иногда расслабиться хочется иногда поступить не так как я поступала обычно ну вот скажем так глоб глобал да глобал проявить себя как то с другой стороны хочется и вот вы говорите что у мужа отношения и вам больно да это правда ваш мир оказался разрушен это больно очень больно и это ваша боль которую нужно прожить сейчас вам самой дальше значит так говорить что это не отношение не отрицало что человек изначально был ему приятен скорее всего у него были планы на эту женщину вот как бы вы начинаете додумывать этот человек в общем уже 4 года мы общаемся с коллегами по моему мнению их отношения перешли из просто отношений коллег в нечто другое ну судя по тому что вы описываете вы такую дружбу с легким налетом романтики да с перчинкой так сказать во первых мне об этом не рассказывать сообщение происходило за моей спиной а если бы вам рассказали как бы вы отреагировали на это во вторых были прогулки с детьми ее сын и наша дочь как бы случайные встречи потом прогулки приглашение ее на совместные переговоры и встречи хотя ей там было быть не обязательно да вот ну понравился человек другой человек вашему мужу означает ли это что он перестал любить вас или вы стали для него менее важным менее важным нет если бы это было так он бы ушел от вас если бы это было так то вы бы скорее всего не узнали бы об этом не узнали бы для вас это предательство то есть вы рассматриваете это как предательство вот то что чувства мужа к вам немножечко поутихли это предательство это предательство вероятно ваши отношения такие что муж почему-то не почувствовал возможности рассказать о том что в нем к вам что-то изменилось интересно почему почему в таких идеальных отношениях как вы описываете нет места нет места для вот искренности для искренности нет места того чтобы сказать что ну вот знаешь вот что-то поменялось во мне к тебе как-то я как-то я по-другому себя чувствую по-другому себя чувствую с тобой да вот нет места и такие отношения создали вы вместе это ваша обоюдная заслуга но вы отвечаете за свой вклад в это но на это не смотрите вам проще обвинять мужа в предательство он может быть и предатель если если с вашей ну если с точки зрения ваших ценностей это так то он может быть предатель но то что я сейчас сказал наличие ваших ценностей в купе с тем что я описал не отменяет могут быть и ценностей например семья и могут быть ваши собственные переживания и ваши собственные внутренние противоречия дальше ну вот вы пишите хотя ей там было быть необязательно да то есть это уже родительская позиция далее со слов мужа встречая и случайные встречи в бассейне проводы до дома по его словам кто-то должен был довезти ее до дома и много таких ситуаций где они были вместе с сыном без нос мы об этом даже не знаем но опять же как будто бы никакой своей жизни чтоб вы не знали у мужа быть не может это про слияние про контроль и про страх ну ваш страх обидно потому что в моих головах это выглядит именно как эмоциональное предательство что происходило за моей спиной такие эмоционально включенные возможные теплые отношения вычислили за определенные рамки и границ вам это причиняет боль что вы менее менее важны вы понимаете понимаете вам причиняет боль что вы не настолько ценны а ваша ценность зависит от этого идеального образа семьи которое вы создали вам больно очень больно вы обращаетесь с этой болью так что обвиняете мужа и наверное вы имеете на это право но по взрослому ли это а вы чувства мужа не обесцениваете ну то есть вот он вас обесценивает да а вы его чувства не обесцениваете в ответ или не в ответ или не в ответ не началось ли все с вашего с вашего обесценивания нет вашей боли это никак не отменяют неприемлемости того что делает муж для вас это тоже не отменяют но но это история про вас это не история про какое-то требование от него а речь то идет о том что он вам должен муж и вот это не случайно всегда когда муж задерживается я готовлю вкусный ужин и встречаю его вот знаете я до того как стал работать психологом да я всегда хотел понять я всегда хотел понять почему люди начинают вот знаете как то вот приводить в пример что хорошего они сделали друг для друга когда начинается какой-то конфликт вот я для тебя то я для тебя это а ты со мной ну вот так поступил вот мне всегда было интересно почему так происходит 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 так потому что вы это делали не для него вы это делали для себя но через него понимаете а для него вы этого не делали то есть если немножечко так утрировать если немножечко так гиперболизировать то что я сказал то вы не хотели его радовать вы хотели быть хорошей вы хотели быть вот той самой идеальной женой вы обратите внимание вы говорите всегда когда муж задерживается я готовлю вкусный ужин и встречаю его всегда но всегда ли вам этого хотелось только честно так и сейчас я думаю о том что когда я так готовилась дала его думала о нем он был эмоционально не со мной а романтически настроенным на другую женщину то есть ваши чувства имеют значение и смысл и ценность только если они взаимны если чувства не взаимны то в ваших чувствах нет смысла это насколько вы себя обесцениваете почему я не могу делать что-то для человека который думает не обо мне почему я не могу быть заинтересованным в развитии человека который не заинтересован в моем развитии если я хочу искренне что-то для кого-то сделать так ли мне важно кто я для человека в вашем случае про 120 лет человечество претерпевает изменения любовь может уйти понимаете да я думаю что когда вы пишете я его я так готовила ждала его думала о нем думаю что это было не о нем а о себе с ним прозвучит грубо простите меня вы просили бережно но вы покупали свое положение идеальной жены в идеальной семье за счет этих действий не всегда я верю что так было не всегда я верю что иногда а может быть даже часто большую часть вы это делали искренне я верю но были случаи когда вы именно что делали делали это через силу были случаи когда вам не хотелось почему а потому что невозможно всегда одинаково реагировать на одну и ту же ситуацию если вы так делаете то это явно не от души это явно по заставлению себя а значит искренности конец свободе конец возможности быть собой и вам и ему конец и вот те слезы которые сейчас у вас есть неважно реальные или воображаемые это слезы по вам самой по той вам которую вы утратили в этой счастливой семье дальше про то что отношения да вы пишите сейчас я думаю о том что я так готовила ждала его думала о нем он был эмоционально не со мной а романтически настроен на другую женщину и что ну закончите фразу и что как одно то что вы готовили и ждали его и думали о нем связано с другим что он был романтически настроенным на другую женщину то есть если я настроен на другую женщину то вы не можете обо мне думать и встречать меня правильно не можете правильно вы не можете но тогда у вас либо разные ценности потому что муж говорит что ничего не произошло либо речь идет не совсем про любовь а про то вот самое о чем я говорил так про то что отношения на этом этапе верю интересно как ну то есть как вы верите вот что это значит верю как вообще определить во что я верю а во что нет вот в это я верю а в это нет как бы вот интересный момент обижает меня еще тот факт что муж обесценивает мои чувства говорит что я все выдумал и придумал обижает обижает то что вы испытываете неловкость когда вам нужно опираться на себя вот вам нужно опираться только на себя муж не согласен а вам неловко вы боитесь ошибки боитесь что не правы боитесь что он прав боитесь взять ответственность отсюда и обида вас не поддержало не дали опору а самой себя вам мало и правда в том что вас могут поддержать вам могут дать опору могут но могут и не дать могут и не поддержать и вы каждый раз будете обижаться дальше сейчас с мужем все обговорили он говорил сначала одно потом другое запутал меня окончательно запутать можно того кто не доверяет себе я настаивал на разводе давайте проясним мужчина ваш муж с которым вы имеете вот такую историю проводил время с другой женщиной без как я понял интимного контакта без поцелуев просто она ему понравилась на какое то время да? и для вас это основание для развода здесь здесь либо у вас ценности такие что семья превыше всего и жена или муж на всю жизнь одни всегда на первом месте одинаково ярко или здесь опять же история про то что идеальная картинка семьи оказалась иллюзией более реалистично на вещи посмотреть вы не хотите вам больно в этом вы покажете себе еще больше обесцененный в этом вы покажетесь не идеальной самой себе уже а не идеальную себя вам сложно признать принять дальше значит так наставил на разводе ему удалось убедить меня что это просто ошибка и все прочее но наверное я просто не верю снова перекладывание ответственности ему удалось убедить меня то есть это не вы согласились это вы позволили ему навязать свое мнение вам и проигнорировать то что вы ему не верите вы не обязаны ему верить вы не обязаны принимать неприемлемое для вас поведение но вы себе не доверяете я думаю что знаете это прозвучит опять же жестко извините меня пожалуйста я думаю что вы заговорили о разводе именно с надеждой что муж за вас уговорит и типа ответственность за сохранение отношений за работу над ними за работу над ними теперь на нем дальше я просто не верю и не должны хочу верить но не могу хотите сохранить идеальную картинку и понимаете что она не идеальна это разочарование это больно но это единственный способ выстроить здоровые отношения никакого раскаяния в его поведении как будто ничего не случится вот это обвинение это требование извинений это наказание то есть моей ответственности в этом нет только твоя муж ты виноват а все муж виноват в том что у него появились чувства или в том что он не посчитал возможным вам об этом сказать вам не кажется что вы какой то вклад внесли в то как я уже говорил что он не смог вам об этом сказать я уж молчу о том что за чувства свои ни вы ни муж не ответственно но вам нужно его обвинить опять же чтобы сохранить себя идеально чтобы сохранить себя идеально чтобы виноватый муж поддерживал ваш такой образ дальше с коллегой снова общаются ну если человек не считает что сделать это плохое почему нет говорить что уже не так снова и снова возвращаясь к этому мысленно постоянно прокручиваю эту ситуацию обвиняю себя в чем-то жалею и испытываю практически физическую боль обиду что со мной так поступили за что со мной так вот здесь у вас история о несправедливости несправедливость это оправдание для того чтобы не проявлять свою собственную активность не реализовывать то есть бегство от личной ответственности за то что происходит в вашей ээээ жизнью это первое потому что опять же если ответственность брать то ошибки будут и так далее это первое второе обида абсолютно нормальные чувства Вы столкнулись с разочарованием, у вас были надежды, у вас были ожидания, они не оправдались. Обидно. Обиду вам нужно прожить. Делайте это лучше всего с психологом. Вот. Ее нужно прожить и увидеть, что там еще есть. Обвиняйте себя. Да. Обвиняйте себя в том, что потеряли. Потеряли идеальную картинку своих отношений. За это обвиняйте. Обвиняйте себя в том, что не принимайте, что не идеально. И мужа не принимайте, что он не идеальный. Дальше. Жалеете. Ну, я не понял, кого вы жалеете. Если мужа, то не очень хорошая новость для вас. Потому что вы ставите себя выше него. Дальше. Так. Потерялась, не знаю, как мне жить дальше. Не кажется ли вам странным, что муж какое-то время проводил время с женщиной и за 4 года вам физически не изменял? Ну, только лишь проводил время. Да? А у вас, оказывается, нет смысла жизни. Как будто бы семья это смысл жизни. Даже работа, которую вы называете успешной, судя по всему, не является для вас чем-то важным. Не является способом проявлять себя, выражать себя. Нет. Мне показалось, когда вы это описывали, что работа это просто статус. Ну, могу быть не прав. Кто-то скажет, что шла с ума, но я правда не могу. Нет, это нормально. Это нормально. Вы обнаружили просто... Вот знаете как? Вы думали, что вы стояли, да? А потом оказалось, что вы не стояли, а опирались на человека. Вы настолько к этому привыкли, что он не заменчал. Человек ушел, вы упали. Вы упали, вам больно. Вы лежите. А вы не умеете сами стоять, вы не привыкли. Так что нет, это вот нормально. Нет жизненных сил, да? Страх быть обманутой, страх неискренности отношений, что меня бросит старость, что буду ненужна, обида и боль. Трах одиночества. В общем, очень плохо вам с самой собой. Очень плохо. Вас не бросат старости уже потому, что вы с детьми. Дети вас не бросат. Но дело ведь не в этом. Вас это не успокоит. Вы здесь боитесь всего другого. Вот с этим тоже нужно поработать. Страх быть обманутой. Это недоверие себе. Потому что если я честен с собой и делаю то, что я хочу для тебя, никогда ты меня не обманешь. Ты обманешь только себя. Если я с тобой искренен. Если я с тобой свободен. Если я с тобой то, кем я являюсь. А являюсь-то я разным. Понимаете? Страх неискренности отношений. Это история про ценность. Это история про вашу ценность. Если есть вероятность неискренности, то я не цена. Причем моя искренность не так важна, как искренность другого. Так что меня бросат старости, что буду не нужна. Ну вот история про нужность это как раз таки отсутствие собственной ценности и вот как какого-то вот такого ну самоценности. То есть я отдельно какая? Как собрать себя заставить жить как прежде вряд ли получится, но все-таки просто нужны силы жить. Как дальше мне? Спрашиваете вы. Лучший способ пойти на психотерапию, начать проживать во-первых рэкетные чувства, которые у вас есть, проговариваться, начинать заново себя потихонечку чувствовать, замечать личные границы, личные границы, различные свои собственные грани и да, да, учиться заново строить свою жизнь, вот, и учиться разочаровываться, разочаровываться, пожалуй, учиться разочаровываться. На этом все. Я надеюсь, что это было полезно и интересно. Извините, если где-то было небережно, желаю вам всего самого доброго, удачи, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу.